Тема моего доклада – это принципы ранней диагностики меланомы, взгляд дерматолога. Я – доцент кафедры дерматовенерологии, и мы действительно те специалисты, которые находятся на первом диагностическом этапе, и те специалисты, которые должны выявить и быстро передать пациента нашим коллегам-онкологам. Хочу начать презентацию с такой фрагмента картины «Портрет семьи Карла IV» 1800 года, известный художник Франциско Гоя. И, конечно же, у дерматолога не могло не задеть внимание вот это образование, которое на виске здесь у пожилой женщины так реалистично и так натуралистично изобразил художник. Вот видите, такая немножко профессиональная деформация, когда даже на предметах искусства, в картинах мы видим свою специальность. И это действительно наша настороженность, это действительно наша привычка оценивать кожу с точки зрения уже своих знаний, с точки зрения дерматологических. Ну, что же мы ищем? Чаще всего мы ищем при ранней диагностике меланомы проявления, которые выражены пигментным пятном, либо папулой, либо пляшкой. Пациент редко будет жаловаться на эти проявления, то есть они не будут до какого-то времени не чесаться, не болеть, не кровить, не беспокоить. Это могут быть вновь образовавшиеся образования, так называемое образование денова, или что-то произошло с уже существующим невусом или пятном, как говорит пациент, и он начал изменяться. В зависимости от типа, чаще локализуется, конечно же, проявление на открытых участках тела, открытых для солнечного света, но также могут появляться и на закрытых участках тела. Ну и данное образование может иметь признаки АБЦДЕ, вкратце я их назову, но это известная всем нам с вами формула классификации, по которой мы рассматриваем признаки неуноцитарных образований на предмет опасности развития меланомы, либо отсутствия такой опасности. Данное образование может кровоточить, быть эрозированным, быть покрытым коркой, меняться в течение времени. Вот все эти признаки мы пытаемся увидеть у наших пациентов, ну и даже на картинных пациентах. Много вариантов меланомы, как уже сказали, есть различные клинические типы меланомы, и здесь просто в виде картиночных представлена поверхностно распространяющаяся меланома, надулярная, либо узловая меланома, и мы поговорим, что правила АБЦДЕ здесь работают плохо, и есть дополнительные критерии, по которым мы оцениваем узловую меланому. Злокачественная лентига, вот левый верхний угол, недавно к нам обратился пациент, область ушной раковины, область носа, очень вот такая частая локализация для данного вида. Акрально-лентигенозная меланома, то, что мы сегодня говорили, это дистальные участки туловища. Беспигментная меланома, как всегда, сложно уловимое образование, сложно дифференцировать, подсказкой может быть рост или изменение элемента, но в целом, конечно же, это чаще всего ситуация поздней диагностики, потому что изначально воспринимается беспигментная меланома, как другие образования на коже, и не привлекает такого внимания. Ну и вот подноктевая меланома, которая развивается с деформацией ногтя, в отличие от невуса, который тоже может быть расположен под ногтевой пластиной, меланома ведет к дистрофии ногтя, к нарушению строения ногтя, и достаточно быстро распространяется в этой зоне. Поэтому здесь мы тоже внимательно осматриваем пациентов, и если у пациента, конечно же, там покрыты ногти лаком, для нас это является препятствием для осмотра таких пациентов. Что нам важно, когда мы осматриваем пациента? Прежде всего мы ищем так называемый симптом гадкого утенка. Я вам сейчас покажу на отдельном слайде. Признаки АБЦДЕ. Для узловой меланомы мы используем дополнительный алгоритм EFG, и на основании вот таких данных мы дальше переходим к осмотру уже дерматоскопическому, который дает нам больше информации. Ну вот, что такое симптом гадкого утенка? Это внутрииндивидуальный сравнительный анализ. То есть у нас у каждого пациента есть свой так называемый паттерн или рисунок невусов и родинок. И если сравнить одного, второго, третьего, четвертого пациента, эти паттерны будут отличные между собой. И это не значит, что у одного из них норма, а у остальных патология либо атипичные диспластические невусы. Это означает, что каждый из них имеет свой паттерн. И вот как раз мы на первом этапе оцениваем образование одного пациента на сопоставимость их с другими образованиями этого же пациента. То есть прежде всего нас привлекают образования, которые отличаются от других пигментных образований у данного пациента. И вот это вот как раз будет симптом отличия, симптом так называемого гадкого утенка. Алгоритм АБЦДЕ, он достаточно на слуху, даже наши пациенты хорошо про него знают. Это наличие асимметрии, это наличие неровных границ, нечетких границ образования. Цвет – это наличие полихромии, нескольких цветов в одном образовании. Диаметр более 6 миллиметров – это торцевая часть ручки либо простого карандаша для сравнения. И какое-то изменение данного элемента во времени и в рельефе. То есть либо он растет, либо он становится более выпуклым, либо он начинает приобретать какие-то субъективные ощущения. То есть кровит, чешется, болит, как-то привлекает к себе внимание. А вот если мы говорим про узловую надулярную меланому, здесь есть немножко другие признаки, которые помогают нам также заподозрить именно трансформацию невуса в надулярную меланому, которая встречается в принципе достаточно часто. Это 14-30% от всех меланом, имеет быстрый и более агрессивный рост. Отсутствует вот эта вот фаза разрастания в радиальном направлении, то есть диаметр не увеличивается, могут сохраняться достаточно четкие границы. Чаще встречается у мужчин 50 лет в области открытых участков тела – это голова, шея. И клинические признаки АБЦД и термотоскопические признаки, наблюдаемые при других подтипах, часто отсутствуют. Поэтому для данного типа меланома мы добавляем, ну кроме того, что важен признак Е, который в возвышении, элевейшн, над уровнем кожи. Ф – это твердость при пальпации, и G – постоянный рост в течение одного месяца. Вот такие дополнительные алгоритмы мы можем использовать при клинической диагностике узловой меланомы. Что же мы рекомендуем нашим пациентам? Нашим пациентам, конечно же, мы рекомендуем не только приходить к нам раз в год на день диагностики меланомы, либо чаще, два раза в год, если у пациента есть факторы риска, то есть если у пациента была меланцитарная опухоль, если меланцитарная опухоль была у родственников первого порядка, если есть более 50 невусов, если есть атипичные невусы, то есть все эти факторы риска, они должны приводить к тому, что более часто должен осматриваться пациент-специалистом. Но, тем не менее, самое главное, то, на чем мы настаиваем, это самостоятельное обследование. То есть пациент желательно ежемесячно, если есть факторы риска, или один раз в 3-6 месяцев при их отсутствии, должен тщательно осматривать поверхность туловища на предмет как раз наличия вот этих вот признаков малигнизации невусов. Что очень важно отдельно я здесь вынесла, это те зоны, которые плохо видны при, ну так скажем, нашей ежедневной жизни. То есть мы достаточно хорошо видим лицо, область декольте, область шеи, кисти рук. Здесь, в общем-то, у нас наблюдение, так скажем, идет постоянное. Пациент постоянно смотрит на эту зону и может выявить даже такие вот ранние признаки. Что у нас проблематично? Это кожеволосистые части головы, потому что она покрыта волосами, действительно увидеть кожу можно только разделяя волосы на проборы и достаточно тщательно их осматривая. Зушные складки, задняя поверхность шеи, область спины, что часто обуславливает выявление достаточно уже выраженных стадий меланомы у пациентов, например, у мужчин или у пациентов пожилого возраста, или у пациентов, которые живут одни. Значит, задняя поверхность рук, межпальцевые складки, почему-то тоже мало внимания уделяется этой зоне, область ягодиц, задняя поверхность ног, подошвы, они воспринимаются как зона риска для развития меланомы, тем не менее, тоже может там развиваться. Межпальцевые складки на стопах и каждую половину тела, правую, левую, осматривает наш пациент с одинаковой тщательностью. Вот такие вот зоны осмотра, которые наш пациент должен провести. Во многих странах разработаны такие вот, скажем, листовки, в которых пациент может совершенно спокойно отметить существующее уже меланцитарное образование и со временем следить, появляются ли новые или нет, потому что запомнить не всегда возможно. В более таких профессиональных условиях есть специальные аппараты, которые проводят фотографирование или даже так называемое мейпирование, картографию новообразований, меланцитарных новообразований, для того, чтобы в будущем достоверно сравнить, есть ли рост образования, есть ли появление новых образований или изменения уже существующих. Вот такие вот стандартные позы здесь представлены. Следующим этапом работы врача-дерматолога является дерматоскопия меланцитарных образований, особенно визуально подозрительных. Это то, что мы делаем при осмотре на каждом нашем приеме. Дерматоскопия – это неинвазивный диагностический метод, который позволяет более тщательно изучить как поверхностные слои кожи, так и более глубокие слои. И вот здесь такая достаточно классическая дерматоскопическая картинка, в которой мы видим признак меланомы, признак голубой вуали. То есть это признаки деструкции коллагеновых структур, которые залегают в дермальном слое. И, в общем-то, если смотреть просто на фотографическую картинку, они не так уж и видны, а при дерматоскопии они видны. Ну и опять пациент, который недавно к нам обратился, вот так вот выглядело образование, новообразование вновь появившееся, которое потревожило пациента. И вот дерматоскопическая картина, вот здесь обвели специальным маркером, чтобы было видно. Вот такой глубокий, достаточно инвазивный меланцитарного образования. Дальше пациент был отправлен на гистологическую диагностику, при которой можно окончательно верифицировать диагноз у данного пациента и определиться, соответственно, уже врачам-онкологам с объемом лечения данного пациента. Но прежде чем говорить про лечение, я бы хотела сказать о том, что лучше, чем любое лечение, даже очень прогрессивное, про которое сегодня, наверное, будет не раз сказано, это, конечно же, профилактика появления данных образований, ну и ранняя диагностика, о чем только что я сказала. Уже много говорилось о том, что одним из лидирующих факторов в развитии меланцитарных образований, злокачественных меланцитарных образований является ультрафиолетовое облучение. Ультрафиолетовое облучение делится на несколько спектров, прошу прощения, все облучение делится на несколько спектров, это инфракрасный спектр, видимый свет и ультрафиолет, и вот внутри ультрафиолета мы выделяем ультрафиолет А, ультрафиолет Б и ультрафиолет С. Здесь вот как раз речь о тех длинных волн, которые мы вот сейчас обсудили в связи с лазером, что есть более опасные, есть менее опасные. Ультрафиолет С, он самый опасный, но от Солнца он к нам не попадает, потому что он задерживается озоновым слоем, и вот считается, что жизнь на Земле вышла из воды и появилась на Земле тогда, когда сформировался озоновый слой, когда проникновение вот этого ультрафиолета С, опасного для живых существ на Земле, оно прекратилось. Ультрафиолет Б обладает достаточно поверхностным проникновением в эпидермис, вот здесь в нижней части слайда можно это видеть на схеме, и ультрафиолет А имеет возможность более глубокого проникновения в дерму, запускает процессы разрушения коллагеновых и особенно эластиновых волокон, и часто приводит к состояниям, которые связаны с длительным фотоповреждением, таким как актинический кератоз и другие. Ультрафиолет А, на него приходится 95% всего излучения, оно равномерное в течение суток, то есть нет вот такого пика, как вот здесь вот определено для ультрафиолета Б, и мы будем говорить, что вот пиковое время от 10 утра до 16 вечера, это то, когда ультрафиолет Б наиболее активен и, может быть, наиболее опасен. Вот, и в отличие от ультрафиолета Б, ультрафиолет А проникает через стекло, то есть находясь в офисе, находясь в машине, вы не защищены от ультрафиолета А, тогда как ультрафиолет Б не проникает через стекло и имеет определенный временной пик с 10 утра до 4 где-то вечера, и в остальное время практически очень низкие дозы этой части спектра проникают на поверхность Земли. Но у нас есть естественная защита от Солнца, и здесь мы видим стандартные фототипы по Фицпатрику, в которых в зависимости от количества меланина, не самих меланоцитов, а меланина, очень такая информация всегда странная для наших пациентов и даже иногда для наших студентов-медиков о том, что пациенты с 6 фототипом, люди с 6 фототипом и люди с 1-2 фототипом имеют примерно одинаковое количество самих клеток меланоцитов, и только степень продукции меланина отличает один фототип от другого. И на этом слайде у нас указано время, которое данный пациент может безнаказанно, так скажем, находиться на Солнце, и оно варьирует от 50 минут для первого фототипа до достаточно длительных, тут написано бесконечность, но, конечно, не бесконечность, но длительное время нахождения на Солнце для 6-го самого защищенного фототипа. Что мы, как люди, по большей части свои сами, принадлежащие к 1-му, 2-му, 3-му фототипу и работающие с пациентами 1-го, 2-го, 3-го типа, должны, ну так скажем, вот как заповеди говорит нашим пациентам, то, что надо избегать пребывания на Солнце в полдень, в летние месяцы. Желательно защищать кожу ношением специальной, даже не столько специальной, ношением одежды и головных уборов, то есть даже летняя одежда может иметь длинный рукав, может быть длинный, потому что защищать нижнюю треть голени, защищать область предплечья, это тоже очень важно, это зоны, где меланома тоже встречается и достаточно часто. Ну и применение солнцезащитных средств, наверное, это уже у всех на слуху и не вызывает сейчас какого-то такого удивления. Есть так называемые 10 рекомендаций дерматолога, которые хорошо бы соблюдают для того, чтобы не получать избыточную инсоляцию и для того, чтобы не получать ожог, а в дальнейшем не получать фотостарение кожи и не подвергать себя риску развития меланцитарных образований, индуцированных ультрафиолетом. Вот тот интервал с 10 до 16 или даже с 12 до 16 самый опасный, желательно не находиться на солнце. Детям до 3 лет не позволять загорать и для детей более старшего возраста применяют солнцезащитные фильтры. Почему до 3 лет не загорать и ничего не сказано про солнцезащитные кремы? Потому что многие контролирующие организации, такие как FDA, они при оценке солнцезащитных средств говорят о том, что есть в составе вещества, которые действительно важны для солнцезащиты, но при этом могут быть токсичны при всасывании через кожу. И максимальное всасывание у нас у детской кожи, потому что есть особенности барьерной функции кожи, есть особенности кровоснабжения. И здесь детям до 3 лет даже не очень рекомендуется наносить эти кремы, только периодически, эпизодически, по необходимости. И поэтому ограничения именно в загаре, в пребывании на солнце, а не в нанесении фотозащиты. Если вы не специально загораете, а просто находитесь на воздухе, спорт, прогулки, иногда наши пациенты это не рассматривают как загар, но, тем не менее, это тоже является аналогом нахождения на пляже, на шезлонге. В паспорную погоду есть тоже у нас такое ощущение, особенно в нашем городе, что у нас ультрафиолета B нет и быть его не может, потому что небо серое и, в общем-то, солнце не светит ярко. Но, тем не менее, ультрафиолет B есть, и он проникает и отражается от воды, от песка, от травы. Поэтому в летнее время мы по сезону тоже должны использовать фотозащиту более сильную. Стараться избегать беременным солнышка, потому что в связи с изменением гормонального фона могут появляться различные пигментации, которые потом длительно сохраняются, может быть, даже в течение всей жизни, и очень плохо, очень сложно с ними бороться. Поэтому либо прячемся от солнышка, либо максимально высокие средства защиты. Особенно тщательно мы должны использовать солнцезащиту, когда мы находимся в регионе для себя несвойственном. То есть, если посмотреть на земной шар, как раз вот фототипы распределены по месту проживания. Люди, которые родились и близко живут к экватору, они имеют более темную кожу и более защищены, чем, например, люди, которые живут ближе к холодным морям. И вот когда скандинавы приезжают в область тропических, субтропиков, у них нет естественной защиты той, про которую мы говорили, и поэтому это для них зона большого риска. И чем больше со временем сейчас у нас происходит передвижение людей по планете, возможности появились такие, вот тем больше нарастают риски именно развития мемоанцитарных образований. Не прекращать использование солнцезащитных средств после естественного загара. То есть нам кажется, что если мы уже загорели, то мы сами справимся. Нет, обязательно используем. Ну и обязательно мы, как врачи, когда мы назначаем некоторые препараты, медикаменты, это могут быть и системные ретиноиды, и тетрациклины, и оральные контрацептивы, мы должны говорить нашим пациентам, что эти средства, они повышают чувствительность к солнечным лучам и могут вызвать токсико-аллергическую или фототоксическую реакцию. Поэтому это наша с вами зона ответственности, предупредить об этом пациентам. Использовать солнцезащитные кремы надо только высокого качества, и обязательно при солнечных ожогах, при обнаружении подозрительных образований проконсультироваться либо у врача-дерматолога, ну или если образование совсем такое, нехорошо выглядящее, может быть, и непосредственно у врача-онколога. Да, наши пациенты всегда говорят о том, что солнце нам необходимо, это источник тепла, обладает антидепрессивным действием, профилактика рахита, выработка витамина D, и это действительно так. Но если посмотреть на негативную роль этой солнечной ожоги, преждевременное старение, излокачественные новообразования, фотоаллергические и фототоксические реакции, то здесь риск пользы, конечно же, смещена в сторону рисков. Виды фотозащиты. Мы можем использовать экзогенную фотозащиту, ну чаще всего это кремовые средства, которые имеют физический экран, химический экран, либо смешанный, и один, и второй. Есть эндогенные виды защиты, которым сейчас уделяется очень большое внимание в разрезе именно исследований новых возможностей. Мы знаем, что многие препараты, многие витамины, такие как токоферола, ацетат, аскорбиновая кислота, обладают антиоксидантным действием и тем самым предотвращают поражение кожи свободными радикалами. Поэтому применение данных средств, также процианидов, бета-каротена, стелена, цинка, ретинола, полифенолов, флавоноидов, никотинамида и экстракта вот такого специального папоротника полиподиума лейкотомаса, они обладают эндогенной защитной функцией, помогают репарировать ДНК, либо бороться с теми молекулами, которые повреждают ДНК. И многие исследования сейчас идут как раз в этой области. Одно из этих исследований я вам покажу. Что еще надо знать, когда мы говорим о фотозащите? О том, что есть два типа ультрафиолета и два фактора, которые от них защищают. И вот привычный нам СПФ, солнцезащитный фактор, это защита от ультрафиолета В. Вот эта цифра показывает, во сколько раз дольше пациент может находиться на солнце, не имея ожог на коже. То есть если 15, то это в 15 раз дольше, если 50, то в 50 раз дольше. Важно говорить нашим пациентам, мы всегда это говорим, СПФ даже 50, даже 60 не блокирует загар, то есть вы все равно получите хороший красивый цвет кожи, вы не получите ожога. Поэтому это даже преимущество. Используйте, пожалуйста. Индекс ППД – это индекс, который говорит о защите от ультрафиолета А. Он обозначается в процентах, чаще всего от 8 до 46, и это процент количества заблокированных ультрафиолетовых лучей при нанесении данного средства. Значение СПФ рассчитывалось при концентрации 2 мг на 1 квадратный сантиметр. Мы редко используем такую дозировку, поэтому даже если мы берем СПФ 50 и наносим его очень тонко, то защита у нас меньше, чем в 50 раз дольше от времени ожога. Что важно? Для пациентов, которые постоянно используют фотопротекцию, необходимо добавлять витамин D, 600 международных единиц ежедневно и для пациентов старше 71 года до 800 международных единиц ежедневно. Использование сапплиментов витамина D является наиболее безопасным методом восстановления витамина D по сравнению с инсоляцией и тем более с искусственной инсоляцией, потому что многие наши пациенты стремятся в солярии для того, чтобы поднять витамин D. Вот загар в солярии – это намного больше риска, нежели пользы. Прием препаратов либо биологически активных добавок с витамином D может возместить достаточно безопасный дефицит витамина D, который у многих наблюдается. Что еще делают современные фотозащитные средства? Они не просто отражают цвет с поверхности, они еще и содержат много веществ, которые предотвращают выработку супрессора раковых заболеваний, P53, который запускается под воздействием ультрафиолетового облучения. И вот здесь для сравнения не облученная, не обработанная кожа, не обработанная, облученная ультрафиолетом и с нанесением фотозащитного средства и с таким же облучением, как в предыдущем случае. То есть практически такое же повреждение, как при отсутствии облучения. То есть выраженно минимизируется. Современные фотозащитные средства могут также предотвратить изменения адаптивному иммунитету и оставить на нормальном уровне выработку разных медиаторов воспаления и разных других биологически активных веществ, которые в случае необработанной кожи, они очень сильно снижаются, их выработка. В случае использования крема она остается на нормальном уровне. Ну и другие тоже разные активные вещества. Антиоксидантные комплексы, я уже говорила, токоферол, витамин С, другие тоже могут уменьшать и фотоповреждения, то есть гиперпигментацию снижать и снижать процессы старения в коже, также образование меланоцитарных образований. Вот то направление исследования, которое сейчас ведется, это иммунофотопротекция, то есть когда пациент принимает препарат внутрь и защищает всю кожу, все участки кожи, это достаточно эффективно. И никотинамид, витамин В3, один из перспективных агентов, который сейчас широко исследуется в разных центрах для системной фотозащиты, иммунофотопротекции. Ну и выводы, они тут достаточно логичны, что факторы риска развития меланомы ведущую роль занимает ультрафиолетовое облучение, фотозащита играет важную профилактическую роль, многие средства защиты имеют как экзогенную, так и эндогенную фотопротекцию, действуют на уровне поврежденного ДНК. Ну и самое главное, что профилактика и ранняя диагностика меланомы могут спасти пациенту жизнь, и в такой ситуации врачу-онкологу легче провести радикальное лечение и получить хороший результат с длительной выживаемостью, нежели если пациент приходит уже на поздней стадии. Контакты нашего центра дерматологии, где мы смотрим пациентов на предмет выявления ранней диагностики, и вот пациент, который был представлен, как раз приходил к нам и был потом направлен в онкологический центр. Конечно же, это один из многих-многих просмотренных пациентов, и тех пациентов, которым было сказано, что у них все хорошо, скажем, что они могут спокойно жить дальше. Спасибо огромное за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.